МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Китайское правительство запретило продажу авиа- и железнодорожных билетов тем гражданам, чьи социальные показатели, или так называемые баллы, оказались низкими. По сообщениям газеты «Гвардиан», в 2018 году Китайский национальный центр кредитной информации запретил вылет 17,5 миллионам граждан. Также 5 миллионам человек, считающимся ненадежными и состоящим в черном списке по кредитно-социальным показателям, была запрещена поездка на поезде. Китайские чиновники заверяют, что система работает и помогает обеспечить социальный порядок в стране. По их словам, социальная кредитная система – это механизм тотального контроля, способствующий воспитанию общества. В столице Франции прошел протест против репрессий китайских властей и геноцида мусульман-тюрков. Также в Турции группой бизнесменов из города Гебзе было организовано собрание на тему «Трагедия человечества» в Восточном Туркестане. Прошло 16 недель с начала митингов «желтых жилетов», которые все еще находятся на улицах Франции. Протесты проходят в Париже, Марселе, Ницце, Бордо, Страсбурге, Нантесе и Тулусе. Митингующие в городе Лиль, на севере Франции, граничащий с Бельгией, объявили протесты международными и призвали немцев и бельгийцев присоединиться к ним. Официальный представитель ООН Стефан Дужарик сделал следующее заявление. Бангладеш проявила щедрость, оказав помощь беженцам из Аракана. Для бежавших от военного конфликта и репрессий очень важно найти безопасное место. ООН призвала Бангладеш, заявившей, что больше не может принять беженцев из Мьянмы, держать открытыми контрольно-пропускные пункты.